Чистенько и вар твой тоже падает. Теперь пока чувствую тебя суперзвездой, потому что из-за какого-то бага винда тупо слетает. Если у тебя монитор 60 герц, могут улучшить производитель своего компьютера. Здарова, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И многие просили у меня, сделай, пожалуйста, ролик, вторую часть понижения вар. Хорошо, лучшие способы именно здесь. Всё, что тебе нужно, это написать, сколько у тебя вар было до и сколько вар стало после. Окей? Ну и по традиции, лайкусик, подписочка, колокольчик. Начинаем! Кстати, я тут конкурс подготовил. Загляни в описание. Для тебя и твоих друзей халявные скины. Ну а если ты хочешь просто покатать с ножом-бабочкой, драгонлором или с перчатками, залетай ко мне на сервер. IP также найдёшь в описании. Помните, в первом выпуске про ms-config я говорил, нужно выставлять ядра и также память? Теперь это не делай, потому что из-за какого-то бага винда тупо слетает. Побереги себя и побереги свой компьютер. А самый первый способ это очистка системы от хлама. В одном из видео я рассказывал про Avast Cleanup. Кстати, ссылочку найдёшь в описании, там можешь получить премку. Ещё работает. Ну а сегодня расскажу о программе CC Cleaner. Вот так выглядит эта программа. И всё, что нужно сделать, это нажать проверка здоровья. Пропустить и запустить проверку. Всё, проверка прошла. ПК немного не в форме. Нажимаем оптимизировать и он устраняет проблемы с ПК. Хлоп-хлоп-хлоп и всё уже готово. После чего, на всякий случай, пройтись надо по-разному. Смотри, теперь пока чувствую себя суперзвездой. Нормально написано. Но теперь пройдёмся по каждому. Стандартная очистка. Мы заходим здесь в приложение, чем ты пользуешься. Также чистишь всё. После чего обязательно поиск проблем в реестре. Обязательно исправляешь их всех. Чик, у меня нашлась только одна. Создаём резервную копию. На всякий случай исправить. Готово. После чего в инструментах, также здесь ты можешь пройтись по анализу дисков, расширении браузера и прочего. Также всё чистишь. И вар твой уже начинает потихонечку понижаться. Наверное, тебе интересует вопрос. А где скачать эту программу? На официальном сайте, дружище, в Яндексе прямо впиши. CC Cleaner. Этих базовых функций более чем достаточно. Примка не обязательно. Второй способ также актуален. Всё, что нужно сделать, это почистить кэш КСГО и также браузера в Стиме. Нажимаем на Стим, настройки, после чего браузер, очистить кэш браузера, удалить все куки браузера, после чего нажимаешь загрузки и в загрузках очистить кэш загрузки. Нажимаешь ОК, применить, потом перезапускается Стим, ты вводишь логин и пароль и всё чистенько. И вар твой тоже падает. Поехали к третьему способу. Ну а перед тем, как расскажу следующий способ, расскажу о грустной новости. Нас смотрят 70% без подписки. Дружище, если ты до сих пор ещё не сделал красную кнопку серенькой, сделай, пожалуйста. Потому что к концу года моя мечта это 100 тысяч подписчиков. Давай сделаем это вместе. Ты и я, мы с тобой друзья. С меня контент. С тебя просто просмотры и лайки. Ну а здесь мы поправляем звук в Counter-Strike. Заходим в настройки, дальше звук. Выбираем тип звукового устройства. Стерео наушники. Устройство воспроизведения. Выбираем. У меня в данном случае динамики. Это вот этот микрофончик. Через него у меня подключено всё. И улучшенная обработка 3D звука. Выбираем нет. У меня стоит да, потому что с варом тфу-тфу-тфу. Всё хорошо. Расскажу, почему это нужно. Очень часто люди пишут о том, что расхождение в звуках в игре. Именно. И дают вот этот резкий скачок вара в игре. Попробуй. И возможно этот способ действительно тебе поможет. Также поговорят о том, что резкие скачки FPS влияют на вар. Всё, что нужно сделать. Взять свою герцовку монитора. На моём случае это 144. Умножить на 2. Получится 288. И поэтому я пишу в консоли FPS Max 288. Этого более чем достаточно, чтобы мне комфортно игралось за компьютером. Если у тебя монитор 60 герц, то соответственно ты делаешь 120 FPS Max. И тогда твой вар также не будет резко скакать. Поехали к четвёртому и заключительному способу. Этот способ я делал для повышения FPS, но также подойдёт и для тех, кто хочет понизить свой вар. Внутри находится первое, что это настройки самой CSGO. Дальше это настройки NVIDIA. Дальше это отдельные программы, которые могут улучшить производитель своего компьютера. Да, не буду рассказывать, дружище. Ссылочку оставлю в описании. Зайди туда, посмотри этот видос. Используй эти программы. Используй те функции, которые я даю в этом видео. И они реально тебе понизят твой вар. Ну и я не буду рассказывать сегодня о параметрах запуска. Потому что они также были в первом видео по понижению вар. Ну а с тобой был Серёга, Сайбербанана. Участвуй в конкурсах. Играй на моём сервере. Настраивай Counter-Strike. И напиши в комментариях, сколько у тебя было вар до, и сколько вар стало после. Всё, давай пока-пока, удачи тебе, и зацени вот это годное видео. Для тебя старался. Кстати, лайкусик ты поставил на видос? На вот этот, и вот на тот тоже. Давай, пока-пока.